А ведь если мы с вами будем говорить о пути развития аскориды, аскорида яйца глиста развивается в нашем кишечнике до какого-то определенного размера, далее стоком крови поступает в легкое, в легком развивается тоже до определенного размера, а следующий этап опять возвращается в кишечник. Поэтому одноразовое лечение аскоридоза это не лечение. То есть в среднем приходится где-то около месяца, периодически через 10-12 дней повторять вот этот процесс. А потом мы с вами говорим о том, что пролечили аскоридоз, а яйца паразитов-то они остались. Значит, нужно следующую профилактику делать. А что следующая профилактика? Ну, чаще всего, конечно, это прополис можно использовать, который тоже сдерживает развитие паразитов. Ну, и в принципе-то. Водный раствор. Нет, водный раствор идет как пищевая добавка к чему-то. А он сейчас серебром идет еще, прополис? Ну, дело в том, что в данном случае вы уже сами здесь фантазируете, просто понятие вот этого всего процесса. То есть это не значит, что вы, избавившись от паразитов, избавитесь от них навсегда. И вот... Вы знаете, для кальяна как готовится? Потом расскажу. Значит, есть еще другой вариант. Как-то у меня на приеме была известная артистка. Она лежит на животе. В это время мне позвонили с Сургута, еще по старой памяти, Дивайкин. Они решили создать методичку для населения. Ведь там большое количество аписторфов. Как лечить аписторфоз? Ну, вот. Он мне начал перечислять те признаки, которые, скажем, связаны непосредственно с присутствием этих паразитов в организме. Слюнотечения там, чесотка различная, кожные проявления. Начали перечислять. Ну, вот. Я так слушаю, и женщина лежит на столе, она тоже слышит. Я специально открыл ее. И там он перечисляет. Я говорю, да, да, можно добавить еще вот это. Да, да, да. И вот пятки, которые ороговевшие. А у нее как раз ороговевшие пятки. Ну, она выслушала все. Мы с ней переговорили. Она говорит, а что, в самом деле у меня паразит? Я говорю, я не сомневаюсь. Она говорит, а зато я сомневаюсь. Я говорю, все чудненько. Тогда мы сейчас на промывание. Ну, вот. И когда на промывание глист пошел, доктор остановила машину. Там видно же. Говорит, а теперь посмотрите она. Ой, это во мне. И вот, когда даже после первого промывания там два глиста отошло, и уже пятки на следующий день изменились. То есть вот вам и трещина на пятках. То есть варантит, и все это тоже закрывают продукты. То есть, ну, а что делать? Вот я вам рассказал только. Просто этим никто никогда не занимался. То есть у нас темы дымов практически нет в медицине. Ну, вот он прокачался этими глистами. А дальше какие глисты? Ну, а дальше? Дальше вы должны еще протравить тех, которые в животе, в кишках. То есть, а здесь, скорее всего, более рационально сначала протравить в кишечнике, а потом дать покурить. Вот здесь такая маленькая.